Создана в своей электроплатформе Которлеры софт красиво по форме На пике инноваций среди вестиходов Надёжен, удобен для автономных походов Вестиход Бро, это добро Летто гибрид, не искали вопрос А все от 4 до новороссийска Про назначает Бортоповорот российский Бортоповорот российский Как и на люфт продуман до мелочей Хороший свет от тёмных северных ночей Электробатареи хватит для дальнего ахохода Пока есть соляр в баке вездехода Вестиход Бро, это добро Летто гибрид, не искали вопрос А все от 4 до новороссийска Про назначает Бортоповорот российский Бортоповорот российский Тяга с нуля Забастый протектор Электротрансмиссия Верный вектор Кто сомневается в его репутации Того он вертел На контрротации Вертели на контрротации Если хоть бро Это добро Летто гибрид, не искали вопрос А все от 4 до новороссийска Про назначает Бортоповорот российский Бортоповорот российский Привет народ Ну вот и дождались Это большой обзор Вездехода Бро гибрид Жуков гараж нам Любезно предоставил машину Не побоялся Потому как мы будем Не только хвалить Но и ругать Кто так сможет Пишите в комментариях Я имею ввиду производители Так ребят В первую очередь Нам интересно Что может Электротрансмиссия И в частности Гибридная машина Кому как нам интересно Она именно для Дальних экспедиций Походов Я думаю вам Также интересно будет Посмотреть Плюсы этой машины А также ее минусы Хочу начать с того Что Эта машина Боевая Боевая в каком смысле На ней отрабатываются Все технологии Это заводская машина Поэтому В первую очередь Мы будем смотреть На то Что может Электротрансмиссия Как она ведет себя На бездорожье Как она ведет себя В тех ситуациях В которых Стандартная Механическая Трансмиссия Бортоповоротного Вездехода Имеет Минусы Вот об этом И поговорим Давайте пройдемся По кругу Значит В базе У всех Машин Бро Есть свет Здесь свет Аврора Достаточно Качественный Свет Ну по нынешним меркам Сдвижное окно Пакетное То есть пакет Позволяет Уменьшить теплопотери Задний свет Также Аврора Качественный Аврора Светодиоды Поворотники Стопаки Задний свет Антенна Находящаяся Вот здесь Радиостанции Не считая Что это правильное Так не должно быть Мы позже Вам покажем Как правильно Устанавливать На бортоповоротный Вездеход Или вообще На вездеход Антенну Для того Чтобы Она И сохранялась В лесу У вас Ну если она В разумных размерах Вот как здесь И в то же время Она будет Качественно работать Здесь Несколько Закрывается Диапазон Вперед Закрывается Вперед И вот в ту сторону Видите Пакеты Пакеты Потеют Это самые первые Пакеты Которые Еще Первые Они разрабатывались И они имели Технологические Нарушения На этом вездеходе Они остались Потому что На скорость Никак не влияют Я повторюсь Это Боевая машина У завода Как будет подходить Производство Вездехода В которые Вставили Электромоторы От Лифа Здесь Кстати Тоже От Лифа Стоят Моторы Надежные Японские Моторы Соединили Его с коробкой И поехала Четыре колеса Переломка Или еще что Это гораздо проще Здесь Стоят Свои контроллеры Написан Под него Софт Свой Потому что С контролями Лифа Вы ничего Не сделаете Абсолютно Ничего Здесь Стоит Своя Батарея Тоже Разработана Для этого Вездехода В общем Очень Много Работы Было Проведено По этому Вездеходу Больше Четырех Лет Разрабатывалась Машина И если Вы про их Ничего Не слышали Это не значит Что их Не было У нас Есть видео Где они Еще Кастрюльки Кастрюльками Тележки Ездят По территории Жуков Гаража Если Производитель Предоставит нам Эти видео Мы обязательно Вставим Сюда И покажем Как Проходила Эволюция Этих Вездеходов На Этих Архивных Кадрах Видно Как Развивался Проект Электровездекода В то Время Это была Тест платформа С моторами Двуинова И обводкой Славянка Слышите Характерный Вой моторов Это Славянка Его так И не смогли Победить Но Хуже Всего Моторы Дико Грелись И это Стало Причиной Отказа От них За время Разработки Было Использовано Множество Комбинаций И Наконец То Использована Одна Удачная Моторы От Ниссан Алиф Кстати Жуков Гараж Ведет Активную Разработку Собственных Двигателей Свои Контроллеры Свой Софт И Своя Батарея Уже Позже Появился Гибрид И машина Обрела Свой Законченный Иф Несколько Гибридов Ездят По Бескрайним Просторам России Надеемся И у Нас В скором Времени Получится Сходить В поход На этом Интересном Вездеходе Ну Собственно Камеры Боковые Да Нужная Вещь Свет Аврора Опять Ближний Свет Аврора Поворотники Габариты Аврора В базовой Комплектации У Вездеходов Бро Идут Противотуманки Риджит Во всех Машинах И это Уже Входит Стоимость А они Сейчас Стоят Космос Значит Люстра Аврора Она Адаптивная Она Меняет Угол Освещения Она Имеет Регулировку Дальнего Ближнего Света Ступенька Ну Не знаю Наверное Да Но я Пока Еще Твут Твуз Здоровье Позволяет Залазить Прямо С ноги С бампера Отсюда Ну Наверное Да Потому что Придет Время Когда я Начну Ей Пользоваться Все Мы такие Ну а что Че Мы Взрослеем Не стареем Заметить Хочу Взрослеем У машины Стоят Редуктора От ГАЗ-71 На новых Вездеходах Бро Редуктора Все Все Полностью С новыми Потрохами Ни С хранения Ни Там БУ Остается Только Корпус Все остальное В бортовом Редукторе Меняется То есть Все потроха Вытачиваются Заново И делаются Конечно же Для Экспедиционных Вездеходов Очень важно Иметь Канистры Топливо Это самая Большая проблема В экспедиции Его бывает Порой Надо закидывать Заранее Либо Где-то Искать Собственно Почему Мы считаем Что Экспедиционный Вездеход Обязательно Должен быть Дизельным Потому что Соляру Вы можете Найти на севере Везде Весь север Электричество Получает от соляры Везде Дизель Генераторы Работают Даже У оленеводов Что Показали Наши Кольские Походы Можно Всегда Раздобыть Солярку Бензин Вы можете Поменять На севере Только На бензин Потому что Бензин Для лодок Для Какой-то Техники Северяне Завозят Сами Для себя И стоит Он там Очень дорого Поэтому Соляру Да Можно найти Везде Есть даже Емкости С хранения Которые Просто Стоят И можно С них Достать Соляру Не знаю Какого она Качества Но Если Приспичит То Наверное Можно Филькрануть 4 Канистры Бак Этого Достаточно Чтобы Ехать Долго Также У вездехода В базе Идет Лебедка Лебедка Нужна Любому Вездеходу Если Производитель Говорит Что Лебедки Нету Потому что Она Не нужна Мы не Застреваем Значит Они Не там Где-то Ездят Не там Где Должны Ездить Вездеходы Вездеходы Застревают Все Любые На Любой Резине С Любыми Колесами Размером И прочим Не Видел Я Еще Вездехода Который Бо Не Застревал Поэтому Лебедка Идет В базе Сразу Включена В стоимость Дворник Ребята Дворник Вот такой Вот такой Радиус Он Здесь Очищает Нехорошо Но Это Дворник Еще Старой Модели Когда-то Такие Делали Новая Модель Сейчас Я вам Поставлю Фотографию Дворник Вот здесь И чистит Практически Всю Водительскую Зону Но Я бы Сделал Еще Интереснее Мы Наверное На своем Вездеходе Когда он У нас Появится Сделаем И реализуем Так Чтобы Все Стекло Очищалось От дворников И Это был Не Пантограф Сложный И Маложивущий Скажем Так Как делается На некоторых Вездеходах Это тоже Неправильно Можно Сделать Проще И Интереснее Наверное Снаружи Все Ребят Все Остальное Самое Интересное Мы будем Сейчас Снимать Будем Ездить Пробовать И вам Показывать Мы Уже Вчера Покатались Видите Как он Грязненький Уже Залезли В болоте Ну Уже Попробовали И так И сяк Машина Нас Удивила Я надеюсь Удивит И вас Мы Едем На нашу Тестдрайв Трассу Погнали Легким Движением Ноги Хоп Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребят, вот так легко и просто, непринужденно можно пройти любое препятствие Настолько аккуратно и точно Я не знаю, на чем можно повторить Просто фантастика Ну, вы сами все видели Можно вплоть до сантиметра двигаться По любому препятствию И причем Прямо в наклоне Изменить направление движения Поехать назад На классической трансмиссии Я этого, наверное, не повторил бы Ну, если только какой-нибудь ручник колом такой... Поехали... Сейчас хочу показать вам время разгона От 0 до 45 Вот по такому полю Ну, просто дорожка, скажем так, достаточно ровная Для этого поставлю мощность Вездехода 50 киловатт Ну и, собственно, будем разгоняться И я постараюсь, чтобы вам было видно Если смогу удержать все это дело Раз, два, три, поехали! Давай! Блин! Для борта поворота такой разгон страшный Тем более Разгончик идет в горочку немножечко по полю Я потом попробую еще раз это сделать на асфальте На хорошо накачанных шинах Потому что сейчас их шины накачаны всего лишь до 80 Вот, видно вам, да? Давление в шинах То есть, чтобы я не прыгал, как мячик Но, если их накачать То я думаю, что Он пойдет быстрее Вообще, 45 килограмм в час Это программное ограничение Которое Вот Производитель с чего безопасным Но, мне кажется, он может ехать быстрее Как вам пинок в спину? Угливо Опять Так Опять ребят вот чтобы понятно было о ограничении скорости или ограничение оборотов смотрите достаточно крутой спуск камера как обычно не передает всей этой глубины да я перед этим спуском ставлю себе ограничение в 42 километра в час и теперь когда буду нажимать газ и я буду регулировать скорость от 0 километров до 42 километра в час то есть смотрите нажимаю газ и машина поехала вот она потихонечку медленно едет безопасно вы полностью контролируете хотите еще медленнее ехать пожалуйста можно вот так вот медленно ехать как только вы отпустили газ машина остановилась все машина стоит нажимаем газ машина максимум разгонится до 42 километра в час дальше просто смотрите полный газ я нажал вот все что мы получаем скорость она как раз 42 километра в час все машина вот так медленно плавно будет ехать без рывков без каких-то опасных ускорений или торможений все вы плавно отпускаете газ и она плавно тормозится остановились надо опять поехали это очень важная и нужная функция в этом вездеходе я считаю что она прям вот бомбическая коп можем увеличить вот до 12 километра в час и машина поехала все газ отпустили машина остановилась теперь поворачиваем штурвал на месте просто без газа и избушка избушка поворачивается к мишке передам а кому-нибудь жопам михаил юрьевич мы готовы вас принять на борт ну и таким же легким движением мы опять делаем разворот да ребят то что позволяет делать электротрансмиссия не повторить ни одна классическая машина история не знает прецедентов когда бы была у машины контр-ротация в серийно выпускаемой машине не просто демонстрационные как это делали некоторые вездеходы но не жизнеспособна была схема для того чтобы развернуться надо было остановиться и как вперед или назад то есть не было реализовано это так как здесь вы остановились хоп были не туда путь а то путь а то там нет и просто делаете вот так вот едете назад все такого нет ни у кого пойма реки которую вы наверно многие из вас помнят а кто-то здесь и присутствовал на тест-драйве пойма достаточно сложная торфяное болото мы здесь сидели и на шерпе и на других вездеходах засаживались сейчас поедем туда там вон река есть сейчас вы все собственно сами увидите ну и нам интересно как пойдет эта машина сила того что мы едем на одной машине мы с собой взяли якорь если чё вытаскиваться взяли вы и дыра взяли даже болотоступы потому что кто-то хотя бы один должен спастись будет прежде чем мы начнем есть друг друга это буду я будем есть а миша оставим здесь воду и и много вокруг будет выдерсы мои мои значит спасаться буду я поедем мы сейчас на батарейке в тихом режиме собственно такой режим оценят охотники например когда надо подъехать уже последний там километр тихонечко не шуметь дизелем не вонять на батарейке он едет минут сорок мы еще сделаем такой тест чтобы понять как он едет как долго он едет на батарейке какое расстояние можно будет проехать вот он обязательно будет ну а пока что что вот он свет загорелся вот так камеры работают это моторный отсек это задняя камера две камеры боковые ребят не знаю пока мне кажется что все такие вот здесь должен быть центральный монитор задняя камера и вертикально установленные мониторы здесь и здесь левая правая камера чтобы ты когда едешь чуть взгляд вверх поднял и видишь всю картину лево-право потому что здесь головой крутить ну может быть как в машине может быть я пока не привык может быть мониторы должны быть чуть побольше может может быть ладно это я придираюсь на самом деле стандартная жуковская панель музыка не нужна абсолютно вещь но надо было занять это место пост поэтому поставили музыку сигнализаторы наличие воды почему-то у нас показывает что в заднем отсеке есть какая-то вода хотя мы смотрели и и там нету видимо может быть в датчик попала какая-то штуковинка там стоят датчики протечки воды и показывают в каждом отсеке есть вода или нет ну тут свет габариты и ближние дальние балка противотуманки левый правый задний это печка это у нас свет в салоне это помпа воды нету значит это кнопки запуска этого самолета космолета не побоюсь этого слова потому что запускать его надо уметь вот когда ты это умеешь и понимаешь что за что отвечает это делается легко и просто но надо уметь просто так вездеход нельзя сесть и поехать как это обычно вездеходе происходит то есть нельзя повернуть ключик и полететь а на нем полететь можно в базе идет есу не китаец и это хорошо в базе идет ретрактор вы поговорили и не глядя отпустили вас тангента села на место то есть это очень удобно ури ури отпустили и поехали дальше не глядя взяли ее у вас рука привыкла к этому месту сказали отпустили это удобно наш прибор измерения давления сердцебиения замечательный здесь идет информационный дисплей а сейчас машина активно поэтому если я бывает забываю и задеваю этот штурвал машина может вот так вот сделать дернуться короче вот так вот раз без спросу заденешь для этого надо просто включить на нейтрале она перестанет шевелиться собственно здесь орган управления аварийка поворотники лево-право подкачка подкачка реализована накачка кнопкой кран же у нас поворачивается руками вот здесь кран почему сделано именно так я разговаривал с производителем да можно было говорить сделать круто на кнопочках вверх-вниз то есть накачка спуск но во первых эти краны выходят из строя нету кранов которые вот будут работать вам если вы накачиваете дизелем дизелем падает сажа краны клинят если это какие-то редукционные мощные краны то они долго открываются закрываются руками это во первых проще безопасней и отказа устойчивее поэтому я это поддерживаю прикольно да когда кнопочкой ты накачался спустился но с краном это более живучим открыли кран нажали кнопку пошла накачка закрыли кран на кнопку отпустили все накачали колеса просто открыли кран у вас происходит спуск в общем годно также вездехода есть ручник он работает вот таким образом нажали единственное неудобство он будет вот так пищать постоянно пока на нем стоишь но для того чтобы его не забыть выключить а так ручник электромеханический работает проверено я так счастлив прям не передать наконец-то электротрансмиссия и мы на ней едем не просто смотрим и обсуждать но мы на ней едем едем и обсуждаем да ладно ребята поехали вот туда туда сейчас поставим болотный режим какой-нибудь 10 киловаттный и на них поедем почапаем потихонечку ну ребят нашли тропину какого-то крупного зверя сначала думали квадроцикл потом видим что нет вроде не квадроцикл вроде как двое на рыбалку шли ну да здесь они еще могли идти потому что тут еще достаточно твердо как-то они странно такими круговями шли а я была загадочные круги вот так да вот а это квадро пиры на четвереньках шли вдвоем с рыбалки уже с рыбалки шли петляли бедолаги посмотрите какое какое кольцо они петлю нули вот так вот раз 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 и потом вернулись все они же чувствуют эти аномальные зоны они просто я бы обошли обошли не заезжай не заезжает она аммональная зона слушайте ну да интересно интересно что это здесь за такие оси бегали похоже на квадроцикл ну в общем да вот камыши повалены вот здесь наша знатная чмакля впереди старится чем ребят интересно еще электротрансмиссия сейчас мы кстати идем с генератором это тем что нет минуса жирного минуса бортоповоротника когда ты поворачиваешь у тебя один борт становится якорем то есть ты нажал поворот влево левый борт у тебя расцепился тяга пропала на правом борту у тебя тяга осталась и вот эти два колеса у тебя становится якорем который надо тащить на мягком грунте у тебя вездеход просто-напросто останавливается поэтому обычно классический бортоповорот делает что отпускает рычаги и куда кривая вывезет как говорится а можно ехать до долго-долго вот здесь что можно делать чуть-чуть поворачиваем штурвал и у нас колеса вращаться начинают с разной скоростью электромоторы вращаются разной скоростью и у нас всегда все четыре колеса грибут а мы сейчас нырнем ребята вездеход едет в отличие от классического бортоповорота очень прогнозируем и управляем кто-то спрашивал как себя ведет машина на воде если удары трансмиссии или еще что-то нет никаких ударов нету делаем ограничения километров семь в час что пусть комфортно вот она чап 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 поворачиваем сейчас поворачивать можно так же контр-ротации она делает это очень управляемо смотрите как хорошо она поворачивает вот поехали вперед в общем никаких ударов трансмиссии ничего подобного нету машина очень послушна на воде крутится на месте собственно благодаря контр-ротации она очень легко управлять ну по поводу льда я даже ничего не буду говорить потому что с такой мощностью двигателя она будет просто выпрыгивать мы хотим ребята научить эти машины плавать со скоростью километров 10-12-13 в для того чтобы ходить в дальние походы по северным рекам ребят сейчас заглушил генератор и то же самое проделаем мы на воде ну спускаться будем как-то вот так хотя нет почему так давайте мы спустимся по-человечески конечно здесь негде разворачиваться но мы все-таки попробуем и поплыли как же я кайфую от этого были что он может делать а банка как ты это делаешь как у тебя это получается опять же скажу что у нас скоро сейчас зажатого сейчас я поставил 20 километров в час скоро сейчас мы развернемся и попробую чуть проплыть никакой вам не надо скорости переключать ничего просто держите газ с той скоростью которой вам удобно и все это просто кайфушка ребят не передаваемое ощущение это надо пробовать это надо пробовать кстати такое вездеход я думаю скоро появится у нас но то здраве будет регулярно проводиться здраве и а вы сможете приехав это здраве попробовать эту машину это передать тяжело словами это какие-то другие ощущения мы говорим о совершенно ином вездеходе которого вот которым мы сейчас сами физически прикоснулись да это здорово но вы через видео даже десятой части того что мы ощущаем не сможете понять это надо пробовать этот вездеход стоит того чтобы его попробовать это как будто бы после морковки которую ели всю жизнь вы попробовали апельсины я залез в самую что ни на есть держусь здесь на торфах только благодаря арматуре и островы вот там чмак ли вообще люто жестко вон там камышки растут почаще вот так легко и непринужденно выполняет силовые упражнения вездеход кошмар это слушай ну дизель точно так не сможет мощи не мощи мощи банально не хватит так ускориться и так развелся ограничение стоит ребят поедем все таки уже в болотистое болото то есть это не совсем баба баба здесь можешь пешком идти а ну да если человек может идти значит это еще не сильно там где он уже идти не может там настоящий совершенно верно а запах какой ух болото а 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 и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Играю 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 Играя Играя Субтитры сделал DimaTorzok Играя 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 Нет Но Играя Играя Очередная порция крылатых кадров. Плывем среди плавающих островов. Продолжение следует. 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 это даже уже мне снаружи жутковасто василич хорош наверное ребят в чем еще прелесть электротрансмиссии посмотрите я еле-еле поднимаюсь но я при этом могу еще и управлять вездеходом я поворачиваю видите я поворачиваю обычный бортоповорот так уже делать не может как только вы расцепите борт вы начнете съезжать в одну сторону резко задом причем и дальше уже мало слабо контролируемые процессы начнутся достаточно серьезный уклон больше 35 градусов где-то наверно 40 подходит к 45 угол уже ребят приличный ставлю нейтралку машина держится на тормозе сейчас ставлю задний ход отпускаю тормоз машина продолжает держаться все не машина управляем а сейчас спустится с той скоростью с которой мне нужно ну что ж вот так закончилась первая серия большого вездеходного обзора брогибрид не скрою машина нас удивила но будет еще несколько серий несколько разных тестов и мы также съездим в жуков гараж от снимем машину которую будут выдавать клиенту не вот эту боевую которая видела и крым и рым а именно та машина которую получает клиент при покупке вездехода сделаем на ней какие-то замеры для нашей сравнительной таблицы в будущем будет создаваться таблица по всем вездеходам которые участвовали в большом обзоре ребят вы часто пишите когда же мы поедем в поход когда экспедиция когда рыбалка когда копалка дело в том что у нас нет сейчас вездехода и мы его выбираем выбираем так же как выбирают многие люди мы подбираем для себя лучше и показываем это вам если вам сейчас не интересно просмотр обзоров то можете просто пропускать потерпите чуть-чуть все будет у нас будет супер крутые маршруты которых принципе на вездеходах не делал еще никто да это так и мы будем вам их показывать но сейчас надо выбрать вездеход не интересный обзор и не смотрите хотя каналу было бы очень полезно если бы посмотрели поставили палец создали активность в комментариях каналу надо просыпаться слишком долго мы бездействовали поэтому ребят всему свое время все будет хорошо еще одно утверждение которое меня удивило в комментариях в шорсах которые выходили по вездеходу это его вес кто-то пишет 2 900 кто-то 3 тонны откуда вы это берете вес бро гибриды сопоставимым с весом дизельного бро с двигателем будто 2.4 в общем взвешивание тоже будет кстати если у вас есть еще какие-то дельные вопросы какие-то моменты как можно протестировать и какую-то информацию еще узнать о вездеходе пишите в комментариях какие-то серии у нас уже отсняты какие-то серии будут еще отсняты допустим клиентской машины и мы сможем на это обратить внимание также в следующей серии я смогу видео формате с вами пообщаться и ответить на самые интересные вопросы но мы завершаем нашу первую серию и если вы производите вездеходы и считаете что они экспедиционные хорошие надежные то пожалуйста мы открыты для диалога вы можете привести к нам технику оставить ее минимум дня на 3 уточним еще раз привести к нам технику и оставить формат большого обзора подразумевает что техника тестируется у нас почему у нас потому что мы сравнительно знаем здесь каждую засадное место и знаем какая техника здесь проходила какая не могла у вас есть прекрасные локации мы не сомневаемся но локации производителя обычно сделаны для техники производителя поэтому мы испытываем на своих локациях поверьте у нас здесь все есть нас есть возможность засадить любой вездеход также поверьте у нас есть компетенции для того чтобы с нами не ехал инструктор и не рассказывал как можно как нельзя нет инструктором можно в первый день мы можем без съемок поездить нас обучать если есть какие-то особенности управления вездехода конечно же мы не можем знать все и мы будем очень внимательно слушать и мы будем стараться не поломать не испортить машину естественно же у нас у нас нету цели хайпануть перевернуть утопить сломать то есть как-то сделать так чтобы ваша машина пострадала у нас есть цель рассказать о вашей машине так как она есть наши обзоры платы да мы берем за работу деньги эта работа но мнение наше не продается если машина будет хорошая будем хвалить если будет минусы будем указывать на эти минусы и это очень полезно для производителя для того чтобы он эти минусы исправлял в общем у нас есть телеграм-канал там написано в каждом сообщении как с нами связаться пожалуйста пишите если вам интересно будем рассматривать хотя сейчас ближайшее время есть уже очередь сформировавшиеся по большим обзором потому что они занимают время возможно именно ваш вездеход станет украшением нашей площадке везде марки мы отберем 5-6 вездеходов и будем проводить регулярные тест-драйвы на них показывать их людям которые хотят приобщиться к вездеходным движениям люди же в свою очередь смогут приехав в одно место на одной трассе проехать на вездеходах попробовать в живую потрогать не надо будет мотаться по всей россии слушать заверения производителя что он дертаньяна все остальные в общем у нас назревает интересный проект если у вас есть желание быть в пятерке то пишите всем всего хорошего пока удачи